Рестарт Шаровского замка. Во что команда архитекторов, IT-специалистов, инженеров и дизайнеров предлагает превратить старинную усадьбу в Харьковской области, знает Светлана Шехкера. При входе в замок прогуливается пара в старинных нарядах. Это хозяева. Придут гости, будет много чего интересного. Концерт, будет бал. Перед самим замком юные художники пытаются воссоздать в акварелях неоготические шпили. Сложновато, непросто. Ну, нужно правильно нарисовать тени, свет, игру цветов. Нам доводилось рисовать замки для каких-то сказочных работ, там, представлять их. А здесь мы рисуем замок, как видим, прямо перед собой. Это очень интересно. В самом замке волонтеры рассказывают гостям о каминах и росписях. Для изготовления и таких прекрасных каминов были приглашены мастера из Дрездена. Ну, и паркет, собственно, тоже сохранился в оригинале, который был произведен на фабрике Леонида Кёнига. IT-специалисты показывают программу «Путеводитель» для иностранных туристов на шести языках. Здесь есть у нас QR-код. Нажимаем на ссылку, которую предлагают. Нам сразу загружается выбор языка. Выбираем язык, например, китайский. У нас здесь есть информация, картинки, текст, описание объекта, как проехать. В дубовом зале замка главное таинство – представление проектов. Например, предлагают создать на территории Шаровского комплекса арт-резиденцию. Это создание скульптурного парка, проведение скульптурных симпозиумов как часть скульптурного парка, как способ, каким образом наполнять этот скульптурный парк. Производственно-творческие мастерские в хоз-дворе. В общей сложности выбрали более 10 проектов. В Шаровском замке предлагают создать музей света, центр искусства и образования, инклюзивный семейный дом, центр экотуризма и даже театр. Мета этого проекта не только привернуть увагу до Шаровского замка, который есть национальным надбанием, а еще и открыть идеи, чтобы их реализовать и открыть замок как новую локацию, новую, интересную для возможных перформансов, а также возможных событий. Мы уже из областного бюджета выделили финансование для того, чтобы эта локация и этот замок были в належном состоянии, выделили первочередные потребы, а также вложили иноземных партнеров. Два проекта победителя получат сертификаты на 10 тысяч гривен для старта своих проектов. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер Харьковская область.